Этих чемоданов вчера не было, а куколки в тазиках. Кстати, реальная история моей семьи. Посмотрела на это, и у меня всё перевернулось. Моя бабушка во время войны, после освобождения их города от оккупации, посадила моего папу вот так же в корыто и за верёвочку потащила его в деревню к бабушке. И дотащила. Я приехала ещё сюда на второй день. Может быть, я что-то пропустила. Снимать я всё подряд не буду, покажу, если что-то будет интересное. Вот такие защипы для штор. Ой, фотография, наверное, это 80-е, 90-е годы. Нашла вот такого мишку в коробке всё по евро. Я обожаю мишек, особенно по одному евро. Какая-то интересная керамика. Сумка смешная в клетку. Такие аптечные бутылки. Мне кто-то писал, что очень ценятся. И что же здесь написано? Яд! Отрываю какой-то памятник. Не знаю, кто это. Слышите, как здесь люди роются и всё бросают? Мне недавно написали, что я бесцеремонно здесь роюсь и бросаю всё. Слышите? Такая ваза от Эдельштайн с оранжевыми цветами. Альбом с фотографиями из города, где живёт Моя Секровь. Даже написано «Посещение Хали». Под архивом этого посещения ничего нет. Ничего. Это очень хорошенькая креманка. И это стекло. И, возможно, это был когда-то набор. Графин рыба. Очень часто здесь встречается. Скажу честно, никому не надо. В коробке какой-то набор кристаллы. И здесь все мы вместе подумали про забор. Это какая-то красотень. Ножка от лампы с дырой. Нашла такую вазочку интересную. Стекло. Покажу вам дома этикетку. И это очередная загадка. Блюдо валяется на земле. Это от Кашалер. Даже вот и не знаю. Состояние не перфект. Но это ручная роспись. И очень необычный цвет. Здесь в коробке я нашла шахматы. И на коробке написано, что они позолоченные. Такой елжик. И елочные украшения. Игрушки из стекла. Вот этот шар елочный. Он очень даже симпатичный. С листочками. Здесь все шикарное. И на это все очень шикарные цены. А здесь тарелка 50 евро. Или это набор. Шкатулка 40. Блюда 20. В общем, кто на что гораст. Такое чудо для будущих мамочек. Ручка из фарфора похожа. И сама коляска великолепная. Интересный подсвечник с основанием в виде штурвала. И вот такой в виде, что это за птичка. Лебедь вроде. С пирамутровыми вставками. Цена? Цены нет. Сейчас спрошу и подпишу. Пирамутр только с одной стороны. Нашла такие шпажки с интересными, как их назвать, набалдашниками. 15 евро им цена. Или это заодно. Я не удивлюсь, друзья. Очень красивая сумочка и работа. Это вышивка. Или это как-то соткано. Этот золотой шнур уложен поверху сумочки. Тюрочная работа. Тут там в сумочке лежат перчатки тканевые. Это, наверное, тюль или что это за материал. Очень красивые. Здесь среди разношерстной публики наш человек. Очень известный. И подписана перестройка. Я вздохнула. Мы чуть голоду тогда не умерли. Ну ладно. Картинки эти кто-то сам делал. Вышивка. Или это вязалось на крючке косичка. И из нее уже выкладывалась эта картинка. Интересно. Кошка спит в корзинке. И вот такой пейзаж. Что это за техника? Что-то написано на обороте. Я не поняла. Привет, друзья. И добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня мы будем распаковывать мои покупки с барахолами. И там из-за этого уже торчит одна моя покупочка. Видите? Люблю вот так приходить домой с находками. И если это тепло, распаковку делать на балконе. Это тот медведь из коробки. Все по одному евро. Я обожаю мишек. Голова крутится. Ручки и лапки двигаются. Сидит. Уши не оторваны. Только вот это ухо почему-то выдрануто. И оно не прокручивается. И не встает на место. Или его так пришили. Ну-ка. Нет, не прокручивается. У него еще и носа нет. Но глаза на месте. Вообще он в хорошем состоянии. Нет таких сильных загрязнений и проплешин. Ну, рычит хоть. Нет, не рычит. И не бренчит. Здесь что-то такое торчит. Так. И лучше это не дергать, а заправить обратно. Этот мишка 60-70-х годов. ГДРовский. И набит он соломой. Не очень тяжелый. Бывает, что такие мишки валяются где попало. А сыревают и весят потом как настоящие мишки. Что еще было интересного в этой коробке все по евро. Такой набор. Я ничего еще не чистила. И толком ничего не рассмотрела на барахолке. Это ручка. Ой, видимо, это все давно лежало в коробке под солнцем. И это пластиковое покрытие расплавилось. Надо чем-то протереть. Это нож, видимо, для распечатывания писи. Ну, в общем, все выглядит весьма прилично. Если бы не случайно попадание прямых лучей солнца. Самое главное, вот эта лупа, которая не оттирается. Так она расплавилась. Ладно, надо подумать, что с этим всем делать. Но лупа мне очень даже нужна. И в хозяйстве, думаю, остальное все тоже пригодится. Это мне так все завернули что-то. А вспомнила. Это две мокопары. И мы с продавцом подумали и пришли к единому мнению, что это фарфор от Ваймер. А расписан он был в какой-то художественной мастерской. Смотрите, друзья, думаю, что вы тоже согласитесь, что это фарфор от Ваймер. Форма и реле в стиле барокко. И это один в один с коллекцией Катарина. Но на этой чашке нет клема. Но есть на блюдечке. Вернее, это, знаете что? Думаю, это инициалы художника. Б и Дубль В. Миленькая мока-чашечка с филенькими розочками. А-ля Ваймер. Эта тройка тоже Ваймер. И это все от Ваймер. И фарфор, и декор, и даже настоящий кобальт. Даже клемо от Ваймер кобальтовое. Роспись подглазурная. И похоже, как будто кто-то рисовал чернилами на промокашке. И они немного распылись по контуру этих цветов. Блюдечко и тарелка много-много-много угольной формы. Климо здесь должно быть более подробным. Производство Немецкой Демократической Республики. То есть это 60-х по 90-е годы. Настоящий Ваймерский кобальт. Мне уже попадалась подобная тройка от этой мануфактуры. Это потрясающее качество фарфора. Такое невероятное ощущение чистоты его и тонкости. Друзья, я не поверила глазам своим, когда увидела это в коробках. Невероятная удача, что никто этого Ломоносова не забрал. Хотя там прошло, наверное, человек сто по этим коробкам. Я знаю, что эта коллекция посуды называется «Красные петушки». 70-е годы. Рисунок автора Львовича по мотивам Воробьевского. Кто-то что-то, может быть, знает. Какие-то подробности, пожалуйста, расскажите. Потому что я совсем не бум-бум в советском фарфоре. Роспись выполнена в технике надглазурной живописи, надглазурными красками с золотосодержащими препаратами. По всей чашке изображены красные петушки. Верх и низ ручки покрыт золотом, как и основание чашки. Вокруг зеркала блюдца изображены сказочные цветы и листья. Состояние этой пары, я бы сказала, хорошее. Неотличное, конечно. Немного золота как бы потерто. И, конечно же, есть кое-где царапины на изображении. Но для меня это чудо. Никогда я еще не находила такое в хламе. И я очень этому радую. Знаю, что и в России, и тем более здесь, в Германии, именно эта коллекция очень популярна. И стоит довольно-таки дорого. Такой мне привет из советского родного прошлого. Этот необычный посвечник я тоже нашла в коробке. И клеймо Шаубах. Вернее, Шаубах Кунстлихте Валендорф. Оно ставилось с 1953 по 1962 год. Как раз в 1953 года завод Шаубах был национализирован. Ассортимент продукции был очень сокращен до более компактного ассортимента фигур. Но, как видите, традициям они своими изменяли весь этот посвечник. Буквально усыпанным вот этими завитушками, которые называются Рокаль. Подчеркнутые кое-где тонкими прерывистыми золотыми линиями. Фарфор цвета слоновой кости или еще, как его называют, топленого мака. Обычно эти медальоны, или как их еще называют, картуши, украшают цветочным декором. Но считаю, что такой посвечник впишется в любой интерьер. Давненько я не попадала в украшение, которое мне действительно нравится. Вот такая подвеска на цепочке от очень известного бренда ГЕС. Это испанская, мануфактура хотела сказать, бренд. Я одно время покупала там много одежды, включая джинсы. Но сейчас я уже из этого выросла. Одеваюсь уже в другом отделе для старшего возраста. Цепочка на очень интересной застежке, которая застегивается впереди вместе с кончиком. Кончик, я не знаю, нет, наверное, его нельзя снять. А еще мне очень, конечно, нравится, что здесь везде стоит лого. Я вообще большой логоман. Еще одно украшение, которое я нашла в этой же кучке с предыдущей цепочкой и кончиком, это такие клипсы. Думаю, эта бумажка, на которой они держатся, это не от них. Специально эти клипсы сюда прицепили, чтобы они не растерялись. Клипсы производства австрийской фирмы Werner Zappe. И выполнены они в виде двух голов, змеиных голов. С рубиновыми глазами и полностью усыпанной стразами. Эта фирма выпускает и очень дорогие изделия с бриллиантами из золота, на которых так и стоит. Цапы 750-я проба золота. И цена на их колеблется от 1000 евро и выше. На этих клипсах, к сожалению, ничего подобного не стоит. Эх, но тем не менее, клипсы очень красивые и оригинальные. А такое я очень люблю. Еще одна кофейная трио. Такую же точно я находила очень-очень давно. По-моему, больше года назад, когда только-только начинала свою YouTube-карьеру. Находок тогда было не очень много, поэтому я и запомнила. Так, какой-то тут летает самолет. Надо, наверное, немножко переждать. Нет, никуда не улетает этот самолет, а такое ощущение, что он кружит специально над моим балконом. Климо Ширхольц. Ставилось оно с 1957 по 1972 год. Мне очень нравится вот этот рельеф, закрученный и подчернутый золотыми линиями. И миленькие букетики, которыми буквально усыпано это трио. Я большой любитель странных вещей и охотно их покупаю. Эту маску, видите, она еще и даже на резиночках. Резиночки эти родные и в прекрасном состоянии. Правда, все это заляпано, надо чистить. Нашла я эту маску в коробке, где все было по одному евро вместе с мишкой и набором супа. Сначала я подумала, что это маска сварщика. Но пришла домой и провела расследование в интернете. И вот что я узнала. Это, да, защитные очки, но от солнца. А если быть точнее, от ультрафиолета. Использовались они при приеме ультрафиолета от специальных ламп красного цвета. Также вроде их можно было надевать и в горах. Прекрасный солнечный день. Представляю, как это выглядит. Хотя сегодня тоже используются подобные защитные очки в соляриях. И они тоже не менее забавные. Вот такая вот забавная покупочка. А главное еще и познавательная. Такие две тарелочки я, конечно же, не могла оставить в этих коробках. Это всеобщеизвестная иллюминал графон Хенненберг. Но это время ГДР. И это повтор довоенной коллекции. Очень популярной и очень всеми любимой. Взяла я ее на всякий случай. Вдруг что-нибудь попадется к этой тарелке. Может быть набор, может быть чашка и блюдце. Этот предмет, я думаю, многие узнали. Эта коллекция называется «Золотой сад». И это Ломоносовский фарфоровый завод. Советский фарфор. Но, к сожалению, только было блюдечко в коробках. Как я не искала чашку. Как я ее не звала. И она не нашлась, к сожалению. Как это должно быть выглядит, я сейчас вам покажу. Ну, случилось чудо. Пока я делала это видео, я случайно забрела на просторе интернета. И на одном акционе нашла эту чашку с блюдцем. Но это клеймо довоенное. Но то, что интересно, номер серии на чашке с блюдцем и номер серии на тарелке десертной абсолютно совпадает. То есть декор, расцветка, это все повтор довоенной версии. Это большая удача. Я просто методом тыка, случайно ее нашла. Хотя она обошлась мне не очень дешево. Но оно того стоит. Эта тройка стоит полная намного дороже. Я считаю, что это очень хорошая инвестиция. Так что, друзья, поздравьте меня. Чудеса случаются и желания исполняются. Представьте, друзья, захожу я на эту барахолку утром. На входе стоит контролер. И у него на столе лежит всякая всячина, что точно я уже не помню. И среди этой всякой всячины, про которую я уже не помню, стоит вот эта прекрасная кофейная трио от мануфактуры Шаупах. Такое клеймо мы уже сегодня с вами видели. Коллекция называется «Золотой рельеф». И удивительно, и все проходят мимо. Еще что меня удивило. Продавец спросил, хочу ли я купить целиком в наборе или только какой-то один предмет. Я была в небольшом шоке. Представила себе, что кто-то купил бы до меня одну чашку или тарелку. И все. Вещь была бы утеряна. От одной только мысли у меня на голове волосы стоят дыбом. Все-таки вовремя я зашла. Эта картинка валялась на земле. Представляете? Мануфактура Геральт Энко из города Титау. И написана ручная роспись. Вот такой милый козленок с голубым бантиком на шее и с голубой же челкой. Вот такой вот он панк, я бы сказала. Думаю, это винтажная вещь, хотя неизвестно, когда ставилось это клеймо. Мануфактура эта уже не существует. Она в 90-е годы была поглощена компанией Лиднер. Теперь мне нужна ваша помощь, друзья. Вот такую вазочку я нашла на парохолке. И я вам сказала, что это очередная загадка для меня. Это стекло. Очень толстое, очень качественное и тяжелое. Этикетка. Хотя ничего практически не разобрать, но все-таки виден ГОСТ номер, да, и РСФСР. Я так поняла, что это вазочка с советских времен. И вы посмотрите, дно вазочки в идеальном состоянии. Ни царапинки и никаких следов времени. Я в полном восторге от нее. Хотя я не сильная любитель таких вещей. Но посмотрите, как она еще выглядит изнутри. Цветок в цветке, как будто бы это какое-то желе. Очень вкусный цвет. И пришлось мне за нее, конечно, поторговаться. Потому что продавец увидел, как у меня разгорелись глаза. Что я увидела что-то родное. Решил заломить мне за нее цену. Спасибо вам огромное, друзья, за внимание. Всех обнимаю. Ваша Лена. До новых встреч. Ну, все-таки мне интересно, кто произвел это чудо.